Начнем мы нашу планировку с традиционного вопроса хозяйственной повестки, рассмотрим проблемы, попавшие в Центр управления регионом и в социальные сети. На еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова обсудили основные направления, по которым в период с 29 сентября по 5 октября поступали жалобы от жителей округа. Вступило у нас 772 сообщения, из них 632 – это жители Московской области. Заметная тенденция на снижение, я думаю, больше это связано с вопросами, которые жители волнуют больше всего, это в частности и мобилизация, но тем не менее остается достаточно значительное количество. Всего за отчетный период в систему единой диспетчерской службы поступило 644 заявки. По анализу неэффективной работы ЕДС самыми проблемными управляющими компаниями округа стали УК «Сервис-24» и «Пик Комфорт». Основная сложность, которая есть, это связано с тем, что они считают, что те проблемы, которые есть на домах – это гарантийные случаи застройщика. Неоднократно им указывалось на то, что гарантийный случай застройщика не должен влиять никак на жителя, и управляющая компания должна сама решать эту проблему. По вопросам общественного транспорта поступило 76 обращений. Наиболее проблемный участок – Звениград. В городе зачастую скапливаются большие очереди на автобусных остановках. Также жители жаловались на отклонения от расписания. Были и заявки на проверку корректности списания денежных средств при оплате проезда. По количеству нехватающих транспортных средств по МОС «Трансавто» и всем маршрутам Звениграда, тогда еще раз готовим обращение на руководство Московской области и не перестаем обращаться, писать и добиваться дополнительной закупки техники на МОС «Трансавто». Кроме того, на совещании обсудили проблемы дворовых территорий, медицины, школьного питания и обращения в территориальное управление «Захаровское». Андрей Иванов все жалобы взял под личный контроль и дал по ним поручения профильным заместителям. Полина Толмачева, Ферид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok